Итак, мы с вами приближаемся к финалу, и в этом уроке мы с вами будем присваивать конструкции материалы. Конечно, детализировать можно было до бесконечности, создать водосточные трубы, водоотливные желоба и так далее. Можно было, конечно, сделать дорожки, газон, но думаю, что теперь после этого модуля вы сами сможете самостоятельно это сделать. А мы с вами переходим сейчас к наложению материалов. Для этого нам понадобится вкладка «Визуализация». Перемещаемся на вкладку «Визуализация». И здесь на панели материалы нажимаем на кнопку «Обозреватель материалов». У нас появляется вот такая палитра, на которой присутствуют стандартные материалы библиотеки Autodesk. Работа с материалами одновременно и очень простая и бесконечно сложная. То есть здесь уже идет больше работа в сторону творчества. Можно самостоятельно создавать материалы, настраивать их. И всячески экспериментировать. Но мы с вами посмотрим самые простые и базовые настройки, для того, чтобы понимать, как вообще устроен данный процесс. На базовом уровне здесь все интуитивно понятно. К примеру, мы сейчас будем назначать материал стенам. Исходя из картинки, у нас здесь стены покрашены. То есть они оштукатурены и покрашены. Так, и соответственно мы ищем краску. Вот здесь есть краска для стен. Глянцевая и матовая. Нас интересует сейчас матовая. Определяемся с цветом. Ну вот, допустим, нижнюю часть я сделаю бежевой. Для того, чтобы назначать материалы объектом, есть куча различных способов. Но мы с вами будем действовать одним. Мы выбираем объект, которому хотим присвоить данный материал. Перемещаемся на вкладку назначения материалов. На нужном материале нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт назначить выбранным объектом. Для того, чтобы видеть, что материал назначается, лучше из концептуального перейти в реалистичный вид. Вот у нас здесь немножко переопределяются цвета. И мы видим, что у нас сейчас нижняя часть стены отличается, конечно, от верхней. Так, вот эта у нас стена отдельно, поэтому ей мы тоже должны отдельно назначить материал. Выбираем ее. Как видите, у нас материал попадает в используемые. Опять нажимаем на него правой кнопкой и выбираем назначить выбранным объектом. Далее необходимо закрасить верхнюю часть стены. Тут штука вот в чем. Смотрите, мы можем создать сейчас копию данного материала. Два раза на нем нажать. У нас появляется вот такая еще одна палитра. И здесь мы можем изменить просто-напросто его цвет. То есть мы создали копию материала и меняем цвет. Вот такой сделаем. Можем изменить имя. Нажимаем Enter. Закрываем данную палитру. И теперь выделяем объекты, которым хотим назначить данный материал. Можем выбрать вот эту стену тоже. Вроде все. Нажимаем правой кнопкой мыши и назначаем. Следующая особенность. Смотрите, мы сейчас будем работать с кровлей. Ищем, что у нас есть для крыш. Попробуем выбрать вот эту черепицу. Два раза на нее нажимаем. Она перемещается в наши материалы. И здесь есть такая особенность. Мы сейчас не можем назначить всей крыше материал, потому что у нас в противном случае и с торцов будет черепица, и снизу будет черепица. А это не совсем правильно. Мы можем назначать материалы отдельным плоскостям. Для того, чтобы выбрать плоскость, мы зажимаем Ctrl и нажимаем на плоскость. Вот, как видите, у нас выделилась только одна плоскость объекта. То есть действуем мы следующим образом. Зажимаем Ctrl и выбираем плоскости, на которых хотим расположить данный материал. Но здесь есть следующая особенность. Материалы, которые расположены вот под такими углами, на них лучше всего накладывать текстуры по отдельности. Потому что смотрите, что может происходить. К примеру, я выберу один скат и второй скат. Назначу материал. Если посмотрим на виде сверху, то получается, что он лежит под разными углами. И это не есть хорошо. Потому что если мы будем менять угол материала, угол положения картинки, то если мы выровняем одну часть, другая собьется. И наоборот. Поэтому накладываем материалы по отдельности. Выделяем одну часть. Назначаем материал. Теперь необходимо поровнять угол. Нажимаем вот сюда на карандаш. И далее вот сюда нажимаем на изображение. У нас появляется изображение данной черепицы. И нам сейчас нужен угол поворота. Опускаемся ниже. И вот здесь есть поворот. По умолчанию, как видите, 0 градусов. Мы можем это значение менять. И как видите, при изменении сразу же меняется угол поворота. Так, нам сейчас нужно ближе к 360. Так, подвину, чтобы было более наглядно. Можем также менять сразу значение. Допустим, 348. Не пойдет. 350. Так, в обратную сторону. Вот так смотрится более-менее. Не смотрите пока что. Такие материалы тусклые, позорные. Потом при визуализации все будет смотреться у нас отлично. Так, переходим на другую плоскость. Создаем копию данного материала. Побираем плоскость. И назначаем копию. Так, но здесь, как ни странно, видите, смотрится все нормально и ровно. Так, теперь займемся с весами. Вот я наложил материалы на крышу. Отровнял все углы. То есть сейчас смотрится нормально. Итак, следующая особенность. Следующая особенность заключается у нас в назначении материала блоком. Это последнее, что мы здесь рассмотрим. Потому что все элементы оставшиеся, такие как ступени, цоколь, вот эти столбики, на них назначается материал точно так же, как на стены. Выбираем объект. Выбираем материал правой кнопкой мыши и назначить выбранным объектом. А с блоками здесь дела обстоят немного иначе. Нам нужно материалы назначать в редакторе блоков. Для этого вызываем редактор блоков. Для этого вызываем редактор блоков. Меняем вид, устанавливаем реалистичный. И назначаем уже отсюда. Ну, во-первых, наличники. Мы им придадим такой же цвет, как верхней части стены. Так, теперь давайте сделаем стекло. Ищем материал стекло. Вот здесь есть у нас разные варианты остекления. Можем выбрать как полностью прозрачные, так и вот такие затемненные и разноцветные. Покажу еще один способ. Не обязательно выделять объекты. Можно просто брать вот отсюда материал и перетаскивать на объект. Вот таким образом. Но это не очень хорошо, потому что, как видите, у нас появляется несколько сразу материалов. Поэтому лучше, конечно, множественные объекты так не выделять. Ну, и теперь осталось у нас дело за рамой и подоконником. Можно их покрасить какой-нибудь краской другой. Тут уже смотрите на ваше усмотрение. Я сделаю точно такой же, какой и наличники. Чтобы у нас ничего не выделялось здесь. И подоконник тоже самое. Вот таким образом. Все, можно закрывать редактор, сохранять изменения. Так, почему-то цвет подоконника не изменился. Еще раз перейдем в окно. Так, вид реалистичный. Да, подоконнику почему-то не присвоился материал. Видимо, я не попал. Вот так. Закрываем редактор блоков, сохраняем. Ну вот, в принципе, и все способы. То есть, назначение материала целому объекту, назначение материала плоскости и назначение материала блоку. Вот три разновидности. Остальным объектам материалы присвоите самостоятельно. И после чего, в следующем уроке я вам покажу отличный сервис, где можно быстро провести качественный рендеринг нашего объекта. Продолжение следует...